Здравствуйте, с вами программа Территория Тепла и я Александр Попов. Почти месяц назад мы рассказывали о двух канализационных стоках, текущих через садовое товарищество Медик. После обращения наших корреспондентов в мэрию, один из ручьев прекратил свое существование. Трубу отремонтировали, зато второй поток зажурчал с удвоенной силой. О том, где берет начало дурнопахнущая речка, в следующем сюжете. Почти все лето потоки нечистот уничтожали облагороженное местными жителями дачное озеро. Тогда мэрия признала коллектор безхозяином, однако порыв отремонтировали. На ликвидацию аварии ушло ровно один рабочий день, хотя переписка шла два с половиной месяца. А вот теперь с новой силой хлынуло уже в другом месте, в двухстах метрах подаль. Здесь разной степенью интенсивности бежит еще с прошлого века. Ну здесь были очистные, все нормально было, а потом очистные 30 лет назад закрыли, все поразобрали. И вот такое безобразие творится уже в течение стольки лет. Причем десятилетиями это пахнущее безобразие стекает сначала в Плющиху, а потом и в Опь, периодически накрывая облаками миазмов окрестных дачников. Самый большой это летом, потому что стоит жара. Сейчас у нас маленько прохладно, но все равно вы чувствуете, что очень сильный запах. Жалко, что на экран не выйдет аромат этой речки. Канализационная река, которая, если не дай хаспуть ветерочек, здесь разносится вот по всему нашему садовому обществу. Рядом с городом, тут 5 километров до города, ну до реки ладно, 7 километров. Вы думаете, она за 7 километров очистится, бежит-то ведь не ручеек, а река, река говна. Гувсин всячески открещивается от зловонных потоков, хотя ручей берет начало в подозрительной близости от воспитательной колонии. В Федеральной службе исполнения наказаний нас заверили, что сливать канализацию исправительные учреждения не могут. Везде установлены очистные сооружения. Убедиться в этом мы не можем, так как если они есть, то находятся за высоким забором. Но судя по запаху текущего здесь ручья, возникают сомнения в их эффективности. Более того, еще в 2011 году суд вообще признал их отсутствие. А так как нет никаких очистных сооружений, то колонии было запрещено пользоваться водными ресурсами плющихи для слива. В сентябре этого года областное правительство подтвердило решение суда. Если взять ответ из Министерства природных ресурсов и экологии, с которой следует, на сибирскую осветательную колонию был направлен мотивированный отказ ввиду отсутствия очистных сооружений и сброса сточных вод без очистки, что является нарушением 60-й статьи Водного кодекса. То есть де Юра уже 10 лет как о ручье дачники должны были забыть, а де-факто как бежал, так и бежит, прорываясь то в одном, то в другом месте. Неприглядные картины рисуются на улице, названной в честь новосибирского художника Ивана Титкова. Мусорные натюрморты, пейзажи с разбитыми дорогами и мрачные промышленные зарисовки. Несколько лет жители добиваются того, чтобы городская власть обратила внимание на их проблемы. Жители соседних улиц даже фильм сделали о красотах Памирского микрорайона и единственного въезда по улице Ивана Титкова. Памир. Как много он вдохновил поэтов и простых смертных. Даже в третьем миллионнике России, Новосибирске, есть целый микрорайон. Памирский. Только красоты в нем мало. Единственная гора, которая имеется в этом забытом городом месте, это гора Мусора. Есть здесь и свои озера. Естественные водоемы образуются на дороге после дождя. Незадолго до нашего приезда здесь прошел грейдер. Но по опыту жители знают, что болото скоро вновь появится. Тут бывают маленькие разные лужи, которые марают. Я бывает перепрыгиваю, бывает опы. Утром и вечером как школьникам, так и взрослым приходится топать в темноте. Освещения здесь нет. Родители дома сидят, им нужно переживать. Дошел ребенок, не дошел. От остановки далеко. Зимой рано темнеет, дороги не чищены. Ну как детям ходить? Ну как? А не у всех есть возможность сопровождать ребенка. Спросом у местных жителей пользуются джипы. Чем выше посадка, тем меньше затрат. Сколько здесь вложено денег в машины, чтобы починить подвеску, ходовку, это может только сказать мой супруг. Я могу сказать за то, что ноги здесь сломали, вывихи делали. Ну все, что можно. Это отвратительно. Больше всего страдают владельцы малолитражек. У каждого тросы и ремонтный набор для отваливающихся бамперов. Бампера просто отрываются. Ну краска слазит. Я свою машину уже бампер не чиню. Как бы просто вот предел как есть и ладно. На гвоздях просто предел. Чтобы только не упал. Создается ощущение, что район просто считается нежилым. Потому что вместо магазинов и социальной инфраструктуры вокруг вырастают склады и СТО, работающие круглосуточно. Работы проводятся день и ночь. Никакого покоя нет. Ни днем, ни ночью. Стук, грохот. Невозможно спать ни старикам, ни детям, ни работающим. Лето мы уже снимали здесь сюжет. Но из всего списка озвученных проблем попытались решить только одну. Нависающие на длине электропередач деревья. Обрезали немножко, только то, что висит над дорожками немного. Ну и все это оставили. Вот сейчас это все валяется. Неизвестно, до снега это уберется или нет. Что касается дорог, то в мэрии сослались на отсутствие наказов от депутатов. Насколько мы знаем, сейчас наказы как по освещению, так и дорожному полотну законодателями все же были направлены. И возможно в последующую пятилетку проблемы растущего микрорайона включат в план городских мероприятий. В этом году в Новосибирской области дополнительно отремонтируют 100 многоквартирных домов. Скорректировать планы в сторону увеличения удалось благодаря оперативной работе подрядчиков и активности самих жителей. Работа в двухэтажных домах на улице Богдана Хмельницкого на завершающей стадии. Штукатурят и облицовывают стены. За 70 лет существования здесь проводили только косметический ремонт. Здесь работы проводились фасады. Первый дом полностью инженерные коммуникации, вся электрика, водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Остальные только фасады проводились в нашей компании. Заменили даже подъездные окна и двери. Сравнить объем работ можно по соседним строениям. Здесь пока приступили к ремонту кровли и замене инженерных коммуникаций. Очередь до фасадов дойдет в следующем году. Все делалось и делается под пристальным контролем управляющей компании. Сейчас у нас с ними в хороших отношениях. Были нюансы до этого другими подрядчиками. Поэтому они говорят, ребята, мы работаем только по нашим правилам. Приходилось под правила их подстраиваться. Сегодня на всех объектах, как в Новосибирске, так и в области, завершены сезонные работы. Но кое-где выполняют отделку подъездов, завершают ремонт инженерных коммуникаций, утепляют кровли. С учетом выполнения работ по специальным счетам, планируется выполнить 590 домов. На сегодня 363 дома уже полностью завершены. В работе находится 227 домов. Из них основная часть уже находится на завершающей стадии. Идет оформление документов, актов приемки выполненных работ. Стоит отметить, что в планах областного министерства изначально стояли 500 домов. Программу капремонта удалось увеличить на 20% благодаря оперативной работе подрядчиков. Они уже приступили к объектам 2021 года. Также в этом строительном сезоне многие управляющие организации воспользовались собственными средствами на спецсчетах для капитального ремонта. История очередного долгостроя Новосибирска близится к своему завершению. Дом 32А на проспекте Дзержинского вводят в эксплуатацию. Стройку начали еще в 2013 году, но ее пришлось остановить. Что помешало возведению многоквартирника, расскажет Екатерина Новгородцева. Вот уже 7 лет дольщики этого дома не могут заехать в новое жилье. Изначально в плане было 26 этажей. Разрешение на строительство получили. А затем выяснилось, что дом находится в зоне захода в самолет от Чкаловского аэродрома. А значит, не может быть таким высоким. Пришлось в оперативном режиме корректировать проектную документацию и снижать этажность. В связи с этим, в связи с тем, что фундаменты были заложены намного мощнее, и конструкции, которые были выстроены, тоже были заложены мощнее, получился дефицит бюджета у застройщика. И 4 года подряд пытались этот дом ввести в эксплуатацию, но не хватало денежных средств. Убрали 6 этажей. Всех, кто вложился в высотные квартиры, переселили ниже. Кто-то отказался от жилья в недострое. Им вернули деньги. В ходе всех изменений застройщик потерял почти 27 миллионов рублей. Дальше возникли проблемы с подключением к коммуникациям. Дольщики собрали дополнительно почти 3 миллиона рублей. Но остался открытым вопрос документации. Год назад у нас была встреча у полпреда с губернатором Травниковым, который обещал в 2020 году сдать наш дом в эксплуатацию. После этого пошло активное взаимодействие между Минстроем и инициативной группой для того, чтобы наконец-то спасти наш дом. После встречи создали рабочую группу из дольщиков Министерства строительства Новосибирской области и мэрии города. Дело сдвинулось с мертвой точки. Сегодня мы отдали в администрацию Дежинского района акт ввода в эксплуатацию и, соответственно, управляющей компанией Омега, которая будет Цепана Марёва Евгения Александровича здесь обслуживать. С ней тоже мы договорились, потому что которые будут недостатки, мы это будем вместе выполнять. Дом полностью готов к сдаче. Осталось повесить светильники на незадымляемой лестнице, а также втором и третьем этажах. Уже запускают пожарную сигнализацию и вентиляцию. Подрядчик уверен, начать оформление права собственности дольщики смогут уже в этом месяце. На этом все. Желаем вам свежего воздуха за окном, ровных дорог под ногами, крепких нервов и тепла вашему дому. С вами был Александр Попов и программа «Территория тепла». Продолжение следует... Продолжение следует...